Путин сливает войну, ведь в спину ему бьют даже члены ручного ОДКБ. О хитром Лукашенко и Симоньян, которая заразила Киасаяна прямо сейчас на канале Нехта. Удар в спину. В ОДКБ не поддерживают Россию в войне с Украиной. Как сообщает украинская разведка, участники Организации договора коллективной безопасности не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В альянс помимо России входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь. Хотел бы обратиться не только к нашим белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы я хотел бы обратиться прежде всего к нашим соседям. Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег, политиков, давайте не будем создавать нашим людям проблемы. Их и сейчас хватает. Воевать против Украины страшно, а с Западом не хочется. Недавно в Беларуси даже ввели безвиз для граждан Литвы и Латвии, чтобы европейские голодранцы хотя бы немного затарились в этот непростой период. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможенном мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы. Соли нет. Соли просят у нас. Мы, как благородные люди, открываем эту границу. Выходит, что на Беларусь готовилось нападение голодных европейцев. А Лукашенко сумел сдержать удар. Впрочем, карты мы не узнаем. В Беларуси задерживают тех, кто хочет показать те самые четыре позиции. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Если бы за шесть часов не было навезен примитивный удар, а у меня карта есть с собой, я покажу. Студента колледжа задержали, записали с ними покаянное видео и отпустили. Однако на этом абсурд не закончился. Кроме открытия границы, Беларусь отменила ограничения на ввоз в страну польских яблок. Наверное, так называемое правительство Головщенко придумало еще более хитрый план. Оно приняло решение, сняв ограничения на ввоз польских яблок, вывезти все яблоки из Польши. Для того, чтобы поляки не только в очередях на границе Беларуси стояли за гречкой и солью, но также, чтобы они стояли в очередях, чтобы купить те же польские яблоки, но уже на территории Беларуси. Но несмотря на свои бредни и продолжающийся террор в стране, Лукашенко не теряет надежд наладить отношения с Западом. Правда, надежд этих с каждым днем все меньше. Украина конфисковала и национализирует белорусское судно «Надежда» – флагман лукашистского флота. Александр Григорьевич умудряется петлять и лавировать так, что Беларусь до сих пор не участвует в агрессии против Украины. Несмотря на все риторику, до сих пор не признал Крым. До сих пор поставляет нам разные вкусные, интересные вещи, нужные нашей экономике. И не пустил белорусское армию в агрессию против Украины. Что касается белорусского народа, еще раз повторю, и не устану повторять, но прекрасно различают народ Беларуси. И те, кто сейчас осуществляет эффективное руководство белорусской государственной машины. Интересно, что на самого Арестовича в Беларуси заведено уголовное дело за то, что он призывал партизан устраивать диверсии на железнодорожных путях. Именно белорусское подполье в значительной мере помогло сорвать наступление России на Киев, отмечает Вашингтон-Пост. Кстати, в новом уголовном кодексе Беларуси уже предусмотрели смертную казнь за покушение на совершение акта терроризма. Такими считают и диверсии на железных дорогах. Но Лукашенко продолжает вилять. Если получит гарантию на Западе и будет видеть, что Путин слаб и проигрывает, совершенно не буду удивлен. И отдаст приказ белорусской армии отрезать их от братской Украины, как он вспомнит, перекрыть границу, создать гигантский котел. И ему все простят, к сожалению, в этом случае. И Запад простит, и украинцы простят. О том, что Лукашенко кинул Путина с вводом войске, кинет его еще раз сразу же, как только появится такая возможность, мы уже рассказывали в нашем недавнем большом фильме. Ссылка вверху и в описании. И, в принципе, знаете, вот размышляя имперски, как наши журналисты говорят, они таким образом хотят удержать Беларусь в сфере своего влияния. Имперское мышление в том и состоит, что надо взять, завернуть, наклонить, прожать, удавить. В адрес России и его руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. Не стоит забывать, что военная инфраструктура на белорусской территории активно использовалась против Украины, что является как минимум соучастием, а по факту и прямой военной агрессией. На водителей, которые отказывались подвозить оккупантов, заводили уголовные дела. Таксисты обвинили в том, что он отправил это видео в один из экстремистских телеграм-каналов. На него повесили статью 361.4 УК РБ «Содействие экстремистской деятельности». Водителю может грозить до шести лет тюрьмы. С августа 2020 года я подписан на различные телеграм-каналы «Нерта», «Нертоваев», «Реальная Беларусь». В настоящее время я задержан сотрудниками милиции за то, что бросил видео в группу «Реальная Беларусь» с образовыражением военнослужащих. За мои действия, мне светит реальный тюремный срок. Российские оккупанты жалуются своим родным, что в Украине их массово уничтожают. По словам захватчиков, среди их командиров адекватных не осталось. С роты 17 человек, с 52-х. С БГТР, который там, сколько у нас человек было? 350 человек, а осталось меньше 100. Восереть. Да, адекватные командиры хоть есть? Адекватные все уехали. На фоне таких разговоров и сотен подобных резко меняется и риторика кремлевского палача. А еще в самом начале своей спецоперации он резко отвергал любой диалог с наркоманами и нацистами. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А сегодня уже рассчитывает, что удастся достичь договоренностей. Но, тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках, в онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату. По сути, Путин просто начинает сливать свою войну. Ведь чем дальше, тем больше позора и международного презрения. И неудивительно, контраст обездоленных и демотивированных остатков русских на поле боя с украинцами, которые гордо и целеустремленно отстаивают свою страну, разителен. Фото 22-летней Анны Архиповой практически сразу после публикации стало хитом сети. Защита своей родины каждым, вне зависимости от возраста и пола, становится таким же нормальным, как наступление весны. А этого черниговского пса-сапера по кличке Патрон описывают просто. 5 килограммов чистой харизмы. И потрясающе дополняет всеобщую сплоченность международная солидарность. На фото Рафал Бжоско. Польский бизнесмен, который на минувшей неделе отправил в Украину целых 34 вагона гуманитарной помощи. 500 тонн. Груз уже доехал до Харькова. Лекарства, консервы, макароны, мука, одеяло, спальные мешки. Все самое необходимое. И неудивительно, что именно Польша первой отключили газ. Симоньян заразил Акиасаяна, и тот наехал на Казахстан. Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданину Российской Федерации, Тигран Эдмончике Осаян. На Украину гляньте внимательно. Российского пропагандиста в Казахстане уже отправляют по пути следования русского военного корабля. И Тигран, ты мой Киосаян. Я думал, что вата головного мозга – это болезнь, которая не передается половым путем. Я не знаю, то ли Марго тебя заразила, то ли ты ее заразил, но ваша Камасутра привела вот к таким необратимым последствиям, потому что вот эта ваша психологическая, венерическая болезнь, она трудно излечима. Что касается того, что мы не празднуем День Победы, и отменили парад, я могу сказать, что мы все казахи практически 100% ждем победы Украины над Россией. И этот День Победы Украины мы будем отмечать со слезами и с радостью на глазах. Впрочем, у жены Киосаяна, боброедки Маргариты, как ее ласково называют в сети, и своих дел валом. Надо только не перепутать, кто свой, а кто гей. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Было бы смешно, если бы не было так грустно. На главном канале России показали репортаж о найденном в Мариуполе штабе геев и лесбиянок, который контролировал Конгресс США. Там базировалась организация нетрадиционных ориентаций. Геев, лесбиянок, ну и всего остального, что там можно еще сюда приписать. Она напрямую финансировалась американской общественной организацией USAID. На этом доме есть табличка с полным указанием. Если обратить внимание, ну просто почитать относительно истории этой организации, то мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента Соединенных Штатов и Конгресса США. После такого сложно даже попытаться рационально объяснить ход мыслей в голове пропагандистов. Неудивительно, что Симоньян продолжает думать, что на нее с Соловьевым кто-то хотел покушаться. Гитлер, помнится, хотел убить Левитана. Мы с мужем и с коллегами снова в хорошей компании оказались. Тоже хотите убить Левитана? А Лубянка уже отрапортовала, что неонацисты, готовившие покушение на убийство Владимира Соловьева, задержаны и дали признательные показания. Открываем! История с убийством Соловьева вышла крайне туманной. Как оказалось, ФСБшные мастера постановок спалились на глупой подписи. Видимо, и там все хорошие специалисты уже разбегаются. Неудивительно, если и само ФСБ хотело убрать Соловьева, чтобы обвинить Украину. Они выдают за реальную попытку убийства Соловьева и других пропагандистов. Причем все это сляпано настолько бездарно. Я имею ввиду кадры оперативной съемки ФСБ РФ. Что там уже разобрали наляпы, на разного рода подтасовки. Ведь этот видеоряд. Причем это всегда несложно. Там очень много идиотов формирует это все. И поэтому легко их разоблачить. Подпись неразборчива, да? Да, да. Но это же действительно, это поручили, видимо, обычному неэксперту подготовить документ, ну артефакт такой, да? Значит, и он, как ему написали, что распишись, дурак, неразборчиво. Он написал подпись неразборчивой. А по сети уже свободно гуляет один из самых защищенных документов страны. Паспорт главного пропагандиста и рупора Кремля. Советник главы МВД Украины Антон Керасченко объявил свою охоту на Соловьева. Но даже если Украина вдруг захватит кремлевского Геббельса, бояться пропагандисту нечего. Россия своих не меняет. Кремль не ведет переговоры об обмене Медведчука. Пам-пам-пам Песков заявил. Чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий, обязательно подписывайтесь на этот канал. Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне!